доброго времени суток друзья здрасьте сегодня будем говорить вот о такой и ягоде да похоже и может похоже на и иргу который я недавно в блоге говорила но это не и не ирга а голубика все практически знает уже некоторые даже у себя на участках сажают то есть это вот такой вот кустик видите кустик цветет розовыми цветочками значит если не буду говорить польза apple apple этой плоде голубики ягоды то есть и немного расскажу о листочках затрону то есть в ягоде в этом кусте польза и цветков и ягод на какой любом дереве в кусте цветы ягоды листочки и кожура корка то есть вот это значит ну а в основном она растет в северном полушарии эти ягоды синие все синие цвет вы знаете что очень очень полезен раньше вот в лесу ее раньше много было но сейчас ее врач ты у нас уже в садах у нас ее же сажает но и вы даже не представляете друзья она очень и очень полезная вы позже вам покажу сколько витамина минерального комплекса в ней и будем по порядку разговаривать много-много можно говорить о ней я быстренько вкратце расскажу а кому интересно то зайдет в интернет и побольше изучить для себя там рецепт и так далее значит это голубик это приятно такой вкус а кому-то покажется вяжем кисловато значит существует ряд рецептных извините целый ряд список лечебных действий а именно желчегонные свойства мочегонные противомикрованные противосклеротические друзья противовоспалительные проводить и против против даже цинга против цинги и также полезны очень листья для организма широко используется тоже в народной медицине значит сразу скажу что самой ягодки вот это 40 килокалорий на 100 грамм кто следит за диетой вдумайтесь пожалуйста вот это значит я про листья хотят сказать лист как ферментировать и рассказывала и если вам интересно зайдите посмотрите как любой лист ферментировать замораживается в холодильнике потом сутки стоит потом размораживается сушится и получается ферментировать лист ну поподробнее там кому интересно регулярно употребление голубейки повышает иммунитет и помогает организм восстанавливаться после тяжелых болезней но и во время простуда тоже очень полезная культура снимает жар воспалением и листья при я сразу буду переходить и листья тоже снимаем жар кроме того ягоды рекомендуется употреблять людям склероз холестерин крови большой диабетикам 9 2 типа облегчает очень хорошо для деток очень полезно для беременных но меру все нужно сдать меру девочки друзья и мальчики значит пример вот ягоды значит имеет вот я говорил про этот цвет такой синево на симоном отливом такой сива сива значит такие витамины имеются кислоты дубильные вещества вот сейчас я вам покажу вот посмотрите какой список вот это просто-просто я вообще была бета-каротин ретинол докоферол лютеин бетаин холин фалатин аскорбиновую кислоты передоксин перидоксин но подтонованную кислоту ниацин ревифамин тиамин кальций кальций железо железо магний фосфор калий натрий цинк медь марганец и даже друзья сирен немаловажно вот сколько витаминов просто-просто-просто витаминные группы b и а и pp я продолжаю дальше перечисления значит практически несколько ягод нас ищет нас ищет нас этими витаминами и если вы не приобрели не приобрели в свое время не нанарвали приобретайте замороженные в сети супермаркетах или сейчас можете нарваться на листочки на будущее уже будете знать далее значит ягода еще обладает такими особенностями как антиоксидантом и антоцинами это вещество которое антоцин общее состояние для человека поднимает бодрости также антиоксидант сохраняет здоровье уничтожает свободные радикалы освобождая организм от такого заболевания как рак то есть для профилактических целях у кого это расположенность есть употребляйте и не жалейте на это своих средств особенно в зимний период осенний семей весенний период но это время года периодически себя балуйте вот этой ягодкой что наделать улучшает кровотворение усваивается глюкоза улучшает работа головного мозга братья немало важно кого болезнь айцгеймера то есть ежедневно нужно употреблять эту ягоду ну вот и листочки есть листочки тоже снимаю значит листочки обладает такими целебными друзья свойствами значит и витаминные значит чаи фито чаи можно делать что на что на делают листочки листочки используется для снятия суставных боли укрепляет стенки сосудов снижает температуру артериальное давление это немаловажно останавливает воспалительные процессы помогает при запорах используется при гастритах и сахарном диабете и попозже сейчас я скажу противопоказания как и в каждом ягоде листе есть свои противопоказания тоже не тут есть противопоказания которые на прощать внимание на них необходимо и прежде чем при употреблять у кого эти проблемы там заболевания те есть нужно консультироваться или просто в меньшую дозу употреблять листья собирают желательно собирать листья в начале лета когда растения начинают свистеть тогда можно собирать и молодые побеги и но суши или сушить или вот ферментировать в электросушилка сейчас электросушилки есть пожалуйста сушите листья значит вот эти фито чаи будете употреблять когда вот так и противопоказания вот я вам говорила хотел сказать про противопоказания у кого проблем у кого что называется аллергическая реакция и слабый желудок то есть у кого проблема значит диареи заболевания железочный кишечный тракт тогостриты язвы патрианкрития панкреатиты и у кого повышенная кислотность это беременности это понятно ну и надо следить за количеством количеством употребления ягода то может быть и тошнота может быть и много всего так что с осторожностью и она очень сильно разжает кровь поэтому по проблемам с этим тоже ну короче нужно если вы употребляете то эти заболевания есть консультируйте с доктором также при ангине приправе но это вот все это а вот эти вот заболевания вы посмотрите в сети интернет и для себя сделайте вывод для что вам необходимо так что друзья здоровья здоровья и еще раз здоровья я донесла информацию вы посмотрите там интернет для себя рецептики и так далее и употребляйте эти все народные наши средства то есть натуральность чтобы ваша пища поступала натуральные ягоды и фито чаи череду чередование фито чаев так что здоровья друзья здоровья и еще раз здоровья берегите себя никто вам не поможет как вы сами друзья пока пока до новых встреч